Ливия Дайте им щетку почистить задницу друг другу Идите на умывальнике Там на умывальнике есть щетка Щеткой, щеткой почистите друг друга Быстро, быстро, а то сейчас злок будет Лера, Лера, ты не звонит? С стопом будет Да, на умывальнике, вставайте Не нравится Вставать, а Лена попросила Злок Попросил Боже милости будней и грешней Боже милости будней и грешней Поздравили Господи, помилуй меня Господи просил, и благослови, и благослови, и благослови, и благослови, и благослови, и благослови путешествующих Сергея и Ижи с ним, и нас помилуй, и милости Твоей ради. Аминь. Мы называем это утренние молитвы, а кроме того, я в общем адвокатистка. Сейчас двое еще зайдут, они на улице. Я не понимаю сегодняшнее поколение. Оно растет совершенно. Имея родителей, как будто родителей нет. Они ничего не знают. Чувства самосохранения никакого нет. Один чеченский мальчишка таких 10 завалит. Главное в Чечне, в Афганистане. Стоит на вышке, заснул. Степа все время стунулся, все. Он по вышке забрался, афганистанец. Какой афганистанец? Не убил его? А вниз головой спустил ему, говорит, по черепу грякнул и все. Вот теперь его встаньте сюда. Сюда выйдете. Теперь скажите, зачем мы садились на хрельцо, по которым уходим? Прошел дождь, все грязное хрельцо. Подошли, свободно сели на это. Я не понимаю даже вообще, что это такое. Или они спихнули бы. Рядом козлики чистые, сесть. А ему разницы нету. В лужу задница сидит. Как вы воспитываете детей-то? Или что? Родила и все. Просталась и меня не касается. Грязь. И он сейчас с этой задницей приходит, садится на скамейку, чистые люди, все пачкаются. Они с ногами на скамейку везде в городе завастят. Залезут на спинку, а ноги стоят. Зачем залез? Он не может ответить. Зачем? Сатана. Один ответ. Есть сатана. Зачем мы сели на грязное хрельцо? Я думал, ничего не будет. По одному. Зачем? Я думал, ничего не будет. Чего? Думал, ничего не будет. Интересно. Он в грязь сел, а уже думал. А грязь к нему не прилипает. Он святой. К святым прилипало, а ничего не будет. К материи грязь, мокрая, и ничего не будет. Это твое чадо. Даже это не научили разделять, когда Писание говорит, отличается чисто от нечистого. Левитом 10.10. Запомни эту цифру. У вас нет разницы никакой. У нас там бак, ведро. У Никиты работает. Моет пол. Там недомыть, а приходят этим большим белым грязным ведром, туда лезут, черпают. Я попятился. Я ничего не могу сделать. Как будто бы в другом государстве. Как же вас воспитывать? Нас не воспитывали. Мы видели, мать это делала. Вот она стирает. И отдельно полотенце, отдельно платочки. Когда кончила, постирала. Теперь вода чистая. Мы берем. И ей льем на платочек. Она, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешего. Ополоснула. Она уже постирала раньше его. На полотенце. Мы знали. Это очень полезно. И мы не болели. Чтобы вот, как ваши дети. Зимой бывает. Далеко уйдем на лыжах. Там катаемся. Крутые горки. И снег едим. Ну, тут ясно дело, что горло захватит. Он думал, ничего не будет. А ты зачем сел? Я устал. Что? Я устал, он сказал. Что? Я устал. Устал? И не мог дойти до козлика? Ну, грязь. Ты видел грязь. Прошел дождь. Хороший дождь. Все идут. Там у нас не чистят. Чистилка там лежит. Таблетка кто чистит. Там ошмотями лежит грязь на колесе. И он прямо в них... А почему ты раньше в лужу не сел-то? Он устал. Значит, что? Он не думал. На первом месте я. На первом месте. И вот он может быть какой-то композитор. Он будет какой-то художник. Зачем он нужен? Он грязь от чистого не отличает. Значит, ты думал, что чисто. Не пристанет. Как только пойдем сейчас. Ведро поганное наливай воды. И вымойте все крыльцо. Прочистите. Понял? Нет? Понял. Хорошо понял? Там почистили. Там можно зайти хотя бы. Так это не все. Вот этот отрок. Я смотрю. Вот покажи какие сараи там. Там только снимать фильмы. Когда Гитлер отступал. Или Советский. Белоруссия. Все прогнившее. Там крыши. Вот так вот доски висят. Проходит мимо. Маленькое окно там или что-то. Он у него залазит уже второй раз. Его оттуда выгнали. Я дяде Володе говорил. Он говорит, что я не слышал. Ну как? Каждый раз. Слышен или нет? Повтори. Вот так как в армии. В армии так и делают. Повтори. Мне нужно пойти в такую-то военскую часть. Делать то-то. Приступай. В армии учат именно так. Солдафон. У тебя даже до солдафона не дошел. Я ему кричу. Вылазь оттуда. Вылазь. Дождь идет. Ослабленность. Все может рухнуть сейчас. Туда. Ну только человека уже. Приговоренного к смерти и казни можно посылать-то. Он туда залазит. Шел мимо. Зачем ты залез? Объясни мне. Я хотел пойти через другой вход в дом. Ну повтори. Объясни. Он хотел зайти через другой вход в дом. Через задний проход. Ну не серьезно. Штаны решил надеть через голову. Он мимо шел. Дорога. Разваленная стоит развалеха. Он решил через эту дырку вылезти и туда. Вот как стать котом. Книжка такая тут была. Да, я читаю. Вот это такая книжка. И вы такую мерзость считаете. Он уже кот рожденный. Кошка это воля. Кошки на привязи не держат. И кошку когда бьешь, она хвост не подожмет. Она не трусливая. Вот это люди такие сегодня. Он не понимает. Поэтому кошек чаще убивает сам собак. Она не понимает, где надо убегать или что-то в хвост поджать. Ты туда лез. Еще будешь лезть? Иначе ты будешь ходить на веревочке. Это последнее наказание. Веревочка к воспитателю. И ты с ним все время не буду. Почему? Потому что это его жизнь. Ты, мать, согласна с этим? Это твой сын. А я его ловлю, а не ты. И ты не могла за все время, за 9-10 лет не видеть, что что-то не так. Чувство самосохранения. Вот сейчас кошка зашла, серенькая. А ласточка одна вылетает другая. Но кошка я закрыл в это. Как они сгулгачились? Я дверь открыл. Кошка на кресло. Они вот так вот мимо. Вторая с другой стороны. Кошка пятится. Они прям, ну вот столько. Она поймает тебя. Я уже за ласточек боюсь. Почему она детей охраняет. Детей вот так хотят тебя охранять. Они где попало, с кем попало, знаются. Идут. А в колодце там, которое отопление. Сидят, бомжи курят. Ну иди мимо. Они давай камнями кидать. Какие там камни? На камушке-то. Но это люди, которые асоциальные называют. Они затащили обоих, износили, убили. Ну все, уже никогда этих ребятишек нигде не будет. Нигде. Мальчик, а тебе надо щенка? Щенка надо. Пошел. Пошел за щенком. Щенок твой пошел туда за щенком. А он их туда заводит в подвал. У него установлена аппаратура, и она все снимает. Что он с ними делает? Следователи, когда сидели, волосы поднимали с дыбом. Ребятишек, пока он их мучил, они делали волосы белые. Это восьмой ребенок уже был. Восьмой. Живым недавно не было. Все заснято. Как он мучил, как отрезал от них, что. Как животы вспарывал. Все заснято. И ты туда лезешь за щенком. Щенок. У меня была собака. Не там, что тут чемпионы хотели. Я занимался. Она супер чемпион была. Ее нельзя было отравить. Она никогда не возьмет. Я узнал, что она любит. Она любила жареную рыбу и сметану. Но у меня этого нету. Но я учил, доставал. Я в блюдечке поставил. В одном месте, в другую комнату. Та одна. Я говорю, Динга, нельзя. Прихожу через пять часов. Не кормленная. Она не прикоснется. А чужой дает. Чужой это дает. На. Она знала враг. Она уже не спрашивала. Пищу на колбасу. Она бросалась и давила этого человека. Это пришел враг. Вот как надо учить. С ним кто-то заговорил. Он, чтобы кричал и бежал со всех ног. Кричать надо. Громко кричать. Если девушка шла. За городом ее кто-то захватил. Тянул куда не надо. Она молчала. И он у нее отнял девственность. Убить ее надо. Писание говорит. Библия. Но если она кричала. Помощи не было. Она не виновна. А его предать смерти. Это говорит нам Святая Библия. Дух Святой. Понятно? Ты очень уязвимая. Нигде никого не подходи. Вот у нас в уставе в лагере было написано. Не в телеге. Не в транспорт. Только. Только со своими. Ребенок имеет право ни с кем разговаривать. Меня за это говорят. Как так? А так. 45 лет. Ни один ребенок не поврежден. Главная у меня задача сохранить ребенка. Ни один не утонул. Ни один нигде не разбился. Не упал. Это не два дня. Не 45 дня. Лет. 45 лет. Тебе сколько лет-то? А? 45. Вот. Ты у меня в детском лагере была еще. На руках у матери. Но я выполнил главную задачу. А то мнение обо мне. Прокуратура. Уголовный кодекс. Меня это не касается. У меня жизнь ребенка. И Бог оценит именно по этому. Сохранил я или нет? Я не учился в семинарии, в академии. А люди новые и новые обращаются к Богу. Эти приезжают. Это же интернетные. Это все мои люди интернетные. Каждый год батюшка крестит. Это все люди пришли через занятия в университетах. Или где-то. А тут откуда они придут? Тут из чего они свои-то уходят. А это новые люди. Что с вами делать? Я вам сказал? Все тщательно вымыть крестцом. Мешает. Еще важно. Это не важно. Я подумал, куда убрать. Если мышка тут есть, зажимайте ее со всех сторон. Кошку не ждать. Выгнай где-то. А тут стоять и сихерым. Кто еще может, тем кидай и бей. Это война. Все, встань. Я уж вас не спрашиваю, ваши обиды меня не касаются. У меня задача, чтобы вы были сытые, довольные, играли, работали. Вот в окошко сейчас гляньте. Посмотрите вот в окошко. Подойдите. Мы с дядей Володей были там не больше 20 минут. Посмотрите, что там сделали. Маленько. Гляди. А вчера я один час такой был дождь внести там. То есть у человека 10 пальцев. У меня палец один болит. Уже третий день. Дети есть. Вот зарывать начинает. Не пореза, ничего нет. Ничего не могу понять. Задеть нечего. Больный. Может, попала инфекция? Ну как? Было бы рано. Кто имеет отношение к медицине? Вот, посмотри, вот. Около ногтя. Посмотрите, может, и ноготь себе. Ну, смотри. Я вижу, вижу. Вот этот надо немножечко обрезать ноготь. И помазать, и все, и все пройдет. А ноготь-то при чем тут? А может быть, там заусеница вот такая внутри быть? Ну, заусеница. Да, бывает-бывает такое. У меня не бывает. У меня ногти ровно, я их не грызу. Ни ногти нет. Совершенно ноготь ни при чем. Как немножечко. Может быть, чем-то укололи? Уголов, хотя бы. Может быть, не знаю. Сейчас ровно так вот, не дают нажимать. У нас сейчас приезжают гости, они уже в пухе. У нас с посторонними нельзя разговаривать. А кто посторонний? Все. Вот вы друг другу не посторонние. Посторонние все, даже рабочие. Ни с кем не разговаривать. Это правило остается здесь. С родителями можешь разговаривать. Понятно? У меня правило. И они висели и считали. Безбожники, да, это нападали. Как так? Это ни с кем нельзя разговаривать. Им надо вызнавать. И после писали, фильм поставили. Наизнанку, там изнанка, там какие-то слова такие. Я подал в суд, все процессы выиграл. Их всех оттуда с работы выгнали. Выгнали. Там Лаврененко был. Афанасьев, кажется, или как ее. Еще одна. На лестничной площадке. Там набрали лжесвидетелей. Никто ничего не мог доказать. А я потом спрашивал в студию. Я ее знал на нашей улице. Жемоедова Нина Васильевна. Я говорю, а как его узнали? Да я сразу увидела, что лгут. А она выступала и на Кине. Они ее выгнали. Она работала у них? Работала. Ольга Милославская, кажется. И работала, продавала там киоск. При больнице делает. Атрибутикой церковной. Ну и она тут, кажется, детская краевая больница. Она ходит по палатам. Там священники. Так, кому крестить? Кого крестить? У нас дешевле, чем в церкви. Реклама. Дешевле. А еще в чашку мне, ладошкой по голове, деньги на руки. А она ходила к нам на занятия в университете. И материал был. Она говорит, так это же неправильно. Люди не готовы. Они не знают, что было. А вот ты и готов их. Развернулся, попу пошел. А ты и готов. А она взяла это за основу. Пятки вместе. Держите. Она теперь стала готовить. Торгует иконками. А потом время свободное. В обед она идет им рассказывает. Крещение это не просто так. Это завершающий акт рождения свыше. Это то, другое. На них крещение вас обманывает. Они приходят следующая. Кому крестить? Никого нету. У нее денег нету. Он говорит, как же так? В прошлый раз были. Люди меняются. Уходят. Выздоравливают. Побирают. А тут никого нету. Да кого тут ходят? А она в одежде такой. Ну как. Что-то церковное похоже. Как они ее захватили. Это ты там научила? Никого нету. Выгнать ее отсюда. И они ее с работы выгнали. А она устроена на работе. Она получает оклад. А теперь она пошла на биржу туда. Ее не принимают. Где предыдущая работа? А у нее нету. Она пришла. Но мне печать-то поставьте. Там выгнали меня или что-то. Печать не ставят. Она пришла. А что делать? Я говорю. Ну обратитесь к епископу. Она обратилась к епископу. А патриархия всегда молчит. За 50 лет ни разу не отвечает. Никогда. Я в прокуратуре краевой подал 53 заявления. Хотел. 53 ответа. Милицию подавал. Столько же так. К краевой администрации точно так же. Патриархия мертвая зона. Мертвая. Там никого нет. Муляж один. Не отвечает. Что делать? Я говорю. Ну теперь что-то подавай. Раз они не ответят. Она законным путем. Она подала в суд. И от них юрист. Священник, теток, отец Георгий. Он маленько заикается. В новой чем городке был. И он выходит и говорит. А она тут не работала, то другое. А вызывает свидетелей, которые рядом работали. Государственные магазинщики здесь же лекарствами. Они говорят. Она каждый день была. Говорит. С нами вместе с 8 до 5. Как она не работала-то? Она не работала. Он вышел в калюру и говорит. Отец Георгий, так она же работала. Ну да. А вы же сказали, я работал. О чем мы должны делать? Она в суд подала. А он юрист. А посланы патриархии. Епархии. Я так, ахру. Тогда был другой метрополь. Ну ты же знаешь, что это ложь. Ну да. Ну да как аж ты? Судью обманывал-то. Судью же ты обманывал-то. Ну она подала в суд. А мы еще должны поправить. Так тогда она выиграет. Ей не надо. Ну и они проиграли. И ей заплатили мало. А время, когда она на работе была выгнута, до этого дня, обязана платить как работала. Они полгода, наверное, мурыжили. Она подала в Крыловый суд. Крыловый суд решил в ее пользу опять же. А теперь она везде ходит и расклеивает. Там рассказывает как. И теперь уже епископ. И говорит. Вот обидели женщин. А теперь она, смотри, везде расклеивает. Там против их. Ну и прочее. Вот так. А я потом судью-то это увидел. Она на нашей улице сажала. Она говорит. А я сразу поняла, что они врут. Я говорю. Ну я-то знаю, что. А я у нее был тоже как представитель. Как адвокат. Рассказывала. Так что доверяйся Богу. И Бог выдвинет таких тебе защитников, о которых ты не подозреваешь. Я только за счет того, что у меня контисковали. Одиннадцать лет шел суд. Одиннадцать лет. Не дней. Верховный суд утверждает. Призыве Верховного суда СССР отменяет. Я выиграл два домика. Вот была кто-то из вас. Никто не был тут. Вот была Галина Алексеевна. В центре города тринадцать соток. Два дома. Они заплатили мне одну двухсотую часть. Они дожили мне одиннадцать миллиардов. Теми деньгами. Это все по государственным расценкам, нормам. И тоже лгать вначале. А такого приказа 550 нету в телевидении, когда озвучивают. Да как нету? Я уже боролся с приказа. Допустили здесь. А у них где вырвали, там корешок осталось. Но Сибирь с Кемера. Видно, дали везде сигнал. Они везде этот приказ вырвали. Как будто его не было. То есть лжицы вокруг. Но какая-то Амелина нашлась. Я так ее не мог найти, а сблагодарить. И все решили в мою пользу. И мирное завершение. Мэр города приехал, сфотографировались. У нас фотографии висят. Обнялись и поцеловались даже. Так мне он коммунист. Ну что коммунист? Коммунист хороший, он помог нам. Мы молимся. И он написал очень хорошее письмо, что вам будет теперь место для ваших встреч и молитв. Поэтому желаю вам гордо, гордо нести знамя веры. Гордо. Ну, его понимание, чтобы не кланяться перед ним. Вот как Бог делает. Ты когда Богу доверяешься, Он говорит, врагов примеряет с ним. И один из лучших журналистов, у журналистов, если он хорошо пишет, ему присваивает золотое перо. Олег Логинов. И он приехал по Теряевку. И здесь он написал большую статью. Латкин предпочел храм недвижимости. Это статья в книге «Для Слова Божия не трус». Видите как? Бог делает так. Я его не нанимал, он написал. Мэр города ничего ему не давал. С ним синаграгировался. А кто-то может показать? Они ничего не могут показать. У них нет ничего. Поэтому, если ты заботишься о другом, Бог дает тебе защиту. Договорились. Илюша, никуда иди точно по дорожке. И когда вот так машины идут туда-сюда, ты должен идти по той стороне, чтобы крайняя машина, которая идет, на встречу тебя, ты ее видел вот так. К нам приезжал, вот этот же Андрей, его, ну, Ирина, жена. У нее брат Захарий, большого роста такой. Он шел, видимо, не той стороны. Его ударили и задавили в лесу. Посередине никого не нашли. Вот и все. Где он шел? Как? Ты никогда не надеешься. Да, я иду в стороне. Нет, ты пропусти, повернись. Вот он пьяный на еще шел, на дровах тут уперся, в дрова ударился, вылетел, голову разбил. Тракторист пьяный. У Никиты. Фильм видели? Ну, вот и все. За стол. Так, разговоры прекратили. Благословите и началось. Господи, 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 с Икси, естественный Боже, помилуй нас. Аминь. Господи, Боже, Ирина. Сегодня опять закрыли дверь. Я спрашиваю, кто открыл? Я. Вот, наказание тебе ночевать там, где кровать. Твои комары, твоя температура. А то жарко. Люди у плавильных печей, в домины. Жарко, не заходи, на кухню, зачем залило туда. Сказал, беден не открывать. Все. Остальное воронь, Володя сделал там. кто посмотрит какой жестокий тоталитарный волк